Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию практических занятий по музыкальной гармонии. Сегодня мы с вами возьмем гармонические блоки, задача которых будет заключаться в том, как из мажорной тоники перейти в тонику минорную. Это часто бывает. Ну, иногда для того, чтобы перейти из мажорной тоники в минорную, достаточно просто сыграть мажорную тонику и минорную тонику, и больше ничего. И поскольку мы с вами с предыдущих уроков знаем, что по сути своей и мажорная тоника, которая выражена мажорным доминант-септо-аккордом, и минорная тоника, которая выражена минорным септо-аккордом до мажора ля минор соответственно, они настолько близки, то есть практически это один аккорд. И для изменения функции достаточно, чтобы поменять бас, вот как в данном случае. Вот мажорная тоника, вот минорная тоника. Но переходя из одной тоники в другую, можно использовать дополнительные функции, потому что перед каждой тоникой, как известно, может существовать своя доминанта, а перед каждой доминантой может существовать своя субдоминанта, и поэтому можно добавлять разные функции и таким образом расширять гармонию. Ну давайте представим. Вот тоника, которую можно по-разному выразить. Вы знаете уже все эти выражения тоники. Мы должны прийти в ля минорный аккорд. Например, в такой. Но если ля минорный аккорд, то перед ним может быть доминант. В данном случае в ля минор стремится ми доминант септо-аккорд. Альтерированный или какой угодно. Итак, до мажор, ми мажор. И вот мы пришли в минорную тонику, если это обыграть обычными трезвучиями. Послушайте. Это часто используется. Такой. Водный блок. Теперь начинаем его видоизменять. Возьмем доминанту. Альтерированную с пятой ступени. Высокой. Вот она. И это же будет минус третья ступень минорной тоники. И вот мы хорошо разрешаемся. Или если вы помните, что у каждой альтерированной доминанты есть своя тритоновая замена. В тритоновой замене достаточно поменять бас на его тритон. Таким образом, это тоже будет доминантовая функция. И разрешится в тонику. Еще раз. Видоизменяем. А доминантовый аккорд. Вот он у нас уже будет вот такой. Наверху с плюс девятой ступенью. И приходим в тонику. Либо делаем более сложный вариант доминанты. И разрешаемся в тонику. Например, в такую. Такая тоника. Такая доминанта. Или такая доминанта. С тритоновой заменой в басу. Разрешаемся в тонику. Еще раз. Или тритоновая замена. И тоник. Далее. Перед доминантой может существовать субдоминант. Если тоник, в котором мы движемся, ля, доминанта, ми мажор, то субдоминант второй ступени, например, будет си. Этот аккорд может быть выражен полуменьшенным сабдаккордом, а может быть выражен и малым мажорным сабдаккордом. И любая эта субдоминанта, полуменьшенная либо минорная, может быть уместна. Итак, смотрите. Мажорная тоника. Субдоминанта. Доминанта. Минорная тоника. Тоника. Субдоминанта. Вот такая доминанта. Или тритоновая замена доминанта. И вот такая минорная тоника. Еще раз. А теперь субдоминанта будет обычный минорный аккорд с нормальной пятой ступени. Не с уменьшенной, как в полуменьшенном аккорде, а с нормальной пятой. Субдоминанта. 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 Тритоновая замена доминанта. Минорная тоника. Поиграем это все в другой какой-нибудь аппликатуре. Поменяем позицию. Тоника мажорная. Обычный номаккорд. Субдоминанта второй ступени. Выраженная полуменьшенным сабтаккордом. Субдоминанта второй ступени. Полуменьшенный аккорд. Доминанта. Минорная тоника. Или двигаемся еще выше. Тоника. Субдоминанта второй ступени. Полуменьшенный сабтаккорд. Доминанта. И тоника. Минорная. Тоника. Субдоминанта. Полуменьшенный сабтаккорд. Как угодно. Доминанта. Минорная тоника. Попробуйте пройти все вот эти вот ступенечки. Начните в этой позиции. Повторяйте. Тоника. Тритонная замена. Минорная тоника. Тоника. Двигаем ноту дальше. Постоянно поднимаемся. Ищем эти созвучия. Тоника. Субдоминанта. Тоника. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот. Начали отсюда, закончили практически через две октавы выше. И все это был один блок. То есть мы из тоники, через СУ к доминанту. И доминанту вышли в тонику. Этот блок очень часто встречается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В жазе. Который, конечно, вам нужно слышать и понимать, как он исполняется. Вот сегодня мы закончим. То есть у вас теперь много есть вариаций, как из мажорной тоники перейти в тонику минорную. Спасибо. 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 Спасибо.